Жительница Владимира обнаружила в подъезде неожиданную находку. Прямо возле её двери выросли настоящие грибы. Хочу поделиться вот такой красотой. Вот эти грибы выросли в преддверии 8 марта. Это, кстати, уже второй сбор. Первый у меня детишки сорвали. Много чего видела, но чтобы грибы по стенам росли на бетоне. Впервые. Грибы выросли от постоянной сырости. С крыши каждый год течёт талая вода. А однажды из-за протечек едва не случился пожар. И текло у нас ещё вот здесь, на щиток. И хорошо я пришла в обед домой, и всё было задымлено. Соответственно, вот здесь произошло возгорание. То есть вот это, если бы я не пришла, то, получается, сгорели бы все. И, да, там взрыв был, вот сосед говорит, подсказывает. То есть, ну, это очень опасно. От сырости в квартире у Николая Николаевича появилась чёрная плесень. Дышать ей опасно для здоровья. Тем более, что пенсионеру уже 80 лет. Из-за протечек испортились обои, стены и потолки. Мужчина жалуется. Ему приходится просыпаться по ночам и сливать воду. А то вот ночью встаёшь и вот, или эту, или ту, выливаешь полную. Ночью встаёшь. Вот так вот. Вот, да. Ну, сам видите, что тут всё это хрещет, вот, особенно сюда. А так-то по стене идёт. Жители говорят, что мучают протечки их лет пять. Заплатки ставятся, но надолго их не хватает. В этот раз вода с потолка полилась ещё в январе. Квартира Сыровых – одна из самых проблемных. Здесь настоящий потоп. Вода с потолка льётся сразу из нескольких мест. Во всей комнате расставлены кастрюли и тазы. Жильцы рассказывают, за ночь набирается три полного ведра. Самый главный поток течёт из люстры. Мы здесь сидим, как говорится, без света. Не включаем ничего, потому что всё искрит, всё непонятно что. Здесь та же самая история. Это вот всё натекает за ночь. Я вся сырая. Это вот, значит, натекает за ночь. Здесь тоже течёт всё. На протечку в квартиру Марины Сыровой приезжали сотрудники управкомпании. По словам женщины, составили акты и уехали. Они нам сказали, что ничего они сделать не могут. Ждите до лета. Единственное, что мы можем сделать, это убрать снег. Когда они убирали снег, видимо, что они там наделали, потому что стучали очень сильно. И у нас пошло не только с люстрой здесь, а по всему периметру. В управляющей компании объяснили, крыша требует капитального ремонта. Этот дом стоял в очереди ещё на 2020-2021 год. Гендиректор коммунальной службы узнал в фонде капремонта, почему сроки перенесли. Ответ был получен от фонда капремонта, что на данном доме были произведены работы по замене лифтового оборудования. Соответственно, средств, которые сейчас накоплены на счету дома, их недостаточно на проведение всего объёма работ по капитальному ремонту кровли. Ближайшие сроки капитального ремонта крыши неизвестны. Возможно, этот дом включат программу 2024-2025 годов, поясняют управленцы. По всей видимости, жителям остаётся только запасаться тазами и ведрами и собирать грибы. Мария Гончарова, Руслан Павлухин, 6 канал. Обеспечить права жильцов. Судебные тяжбы между мэрией Владимира и жильцами аварийного дома на улице Крупской подошли к финалу. Суд обязал владимирских чиновников начать процедуру по определению компенсационных выплат взамен изымаемых квартир. Решил исковые требования прокурору города Владимира удовлетворить, обязать администрацию города Владимира в течение 6 месяцев с момента скопления решения суда в законную силу принять меры по обеспечению жильцами права. Решение может быть обжаловано в опуляционном порядке. Владимирский областной суд через октябрьский районный суд города Владимира в течение месяца дня его принять в окончательной форме. Разрешение конфликта люди ждали почти год. Их дому 88 лет. Живут в нём около 25 человек. Все собственники. Экспертизу о признании дома аварийным они провели за свой счёт. Но по неизвестным причинам мэрия приняла результаты только спустя три года. А расселение запланировали аж на декабрь 25-го года. Местных пугало, что съехать они не успеют. Здание просто рухнет. По их словам, дом уже прогнил. Фундамент размыло, здание начало оседать, а стены сплошь в трещинах. Я не знаю, может дом оседает? Оседает. Да. А потом уже появились, уже и трещинами пошло. И уже дыры появились, вот всё. И поэтому мы всё это закрыли ковром. И вот так вот не снимаем ничего. Зимой здесь прям дует в дыру. А там прям... Вот, прям дует, прям вот, ну, конкретно. В суде представители администрации города заявили, что требования прокуратуры не понимают. Якобы те идут в разрез с законом. Процедуру расселения регламентирует постановление. И чтобы выполнить требования прокурора, нужно вносить изменения в нормативный акт. Необходимо отменить постановление, либо внести в него изменения в части срока. И только после этого требовать от администрации соблюдение прав собственника в порядке 32-й статьи. Этого также сделано не было. Поэтому мы считаем, что исковое заявление удовлетворению не подлежит. Власти имеют право решение суда обжаловать. И жильцов это сильно тревожит. Они опасаются, что процесс расселения снова затянется. Решением суда мы довольны. Из благодарности судье. Но есть опасения, что администрация города, поскольку у них есть такая возможность оспаривать, в областном суде, скорее всего, они этой возможностью воспользуются, чтобы вновь затянуть время. Жители дома добавили, если город-администрацию областной суд поддержит, то они вновь обратятся за помощью в прокуратуру и на телевидение. Мы проследим за этой историей. Никита Каргаев, Анастасия Козлова, Александр Гафонов, 6 канал. 8 килограммов героина под водительским креслом. Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном хранении особо крупной партии наркотиков. Напомним, в июле прошлого года сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в Гороховецком районе на трассе М7 «Волга». Он передвигался на автомобиле «Минивэн». Требования стражей порядка об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. В итоге иномарка была заблокирована нарядом ДПС. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из Гороховецкого района при взаимодействии с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России задержан иностранный гражданин, который перевозил в автомобиле особо крупную партию наркотических средств. При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили под обшивкой сидений 8 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По информации полиции, в свертках находился героин. Наркодилером оказался 34-летний житель Средней Азии. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. Недалеко от города Кольчугина в Пекше обнаружили артиллерийские снаряды. 11 снарядов от артиллерийских стволов заметили в районе моста через реку. Он находится между селом Ильинским и деревней Красная гора. Сообщение о потенциально опасной находке в конце прошлой недели поступило в экстренную службу. Как сообщает издание Кольчугинские вести, один снаряд саперы обезвредили на месте. 10 остальных отправили в область на экспертизу. Как снаряды оказались под мостом, пока неизвестно. Проводится проверка. Прокуратура Владимира добивается установки освещения около одной из школ и двух детских садов города. Речь о неосвещенном участке внутриквартальной дороги от улицы Василисина до дома 28А по улице Нижняя Дуброва, а также тротуара вдоль нее. На территории расположены гимназия номер 39, детские сады номер 127 и номер 110. Местные жители не раз обращались в администрацию города по поводу освещенности участка. Владимирцы жаловались, что осенью и зимой вынуждены добираться до образовательных учреждений и обратно в Потемках. По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд Владимира. От администрации города требуют в течение полугода оборудовать на проблемном участке электрическое освещение. Требования прокурора судом удовлетворены. Решение в законную силу пока не вступило. На улице Комиссарова ограничат стоянку транспорта. На схеме, которую приложила к сообщению в соцсети администрация города Владимира, видно, на каком именно участке появятся запрещающие парковку знаки. Установить их собираются, цитата, в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности. На улице Комиссарова будет работать эвакуатор. Юные спортсменки из Владимира ярко выступили на всероссийских соревнованиях в Ярославле. В первый день турнира воспитанницы Владимирской школы номер 5 по художественной гимнастике собрали полный комплект медалей. В командных соревнованиях по программам 2-го и 3-го разряда девочки завоевали 1-е, 2-е и 3-е места. В соревнованиях принимает участие почти полтысячи спортсменок из 30 регионов России. Петушинские районные власти отчитались перед народом о работе в минувшем году. Как заявляют чиновники, за 5 лет в районе было отремонтировано более 100 километров дорог. В этом году планируется привести в порядок 42 километра дорожного полотна. Особого внимания требует трасса М7 «Волга». Ее ремонт будут контролировать парламентарии. Председатель законодательного собрания Владимир Киселев в состоянии путепровода назвал самой кричащей проблемой Петушинского района. Главная проблема, наверное, самая кричащая сегодня в Петушинском районе это разбитая дорога, трасса М7 в Покрове. Понятно, что сейчас идут серьезные перебады температур и полотно класть невозможно. Поэтому было требование такое. В настоящее время начать ямочный ремонт в Покрове. Ну и где еще можно делать. Ну и в самое ближайшее время, как только позволит погода, это где-то, наверное, середина апреля, начать уже делать полотно. Как отметил Владимир Киселев, ремонт дороги будет лично контролировать и губернатор Александр Авдеев. К слову, за последние пару лет на ремонт муниципальных дорог выделялось по полтора миллиона рублей. Еще одна серьезная проблема района нехватка медицинских кадров. Как известно, молодые специалисты уезжают за высокими зарплатами в Москву и Московскую область, рассуждает спикер ЗАГС Собрания. В облпарламенте уверены, что проблему поможет решить открытие медицинского вуза во Владимире. Как мы уже сообщали, в регионе идет подготовка к открытию филиала Приволжского медицинского университета. Уже проводится ремонт помещения, здания, под создание филиала Нижегородского исследовательского медицинского университета. Уже, в принципе, подобран руководитель этого филиала. И мы уверены, что с 1 сентября текущего года первые 100 студентов-медиков начнут обучаться. Решаются вопросы в сфере образования. Идет активное строительство и ремонт в городских и поселковых школах. На данный момент разработана дефектная ведомость на ремонт Пекшинской школы. Идет строительство общеобразовательных заведений в Покрове и в деревне Глубокого. Не забываем про Глубоковскую школу, где мы должны построить школу до 2025 года. Там ждать больше некуда. Там дети в коридорах учатся. Поэтому надо обязательно эту работу нам сделать, спролоббировать и войти в соответствующую программу и начать строить Глубоковскую школу. В ближайшие три года откроются спорткомплексы в Костерево и Городищах. Власти отметили, что в районе самый низкий уровень безработицы и высокие зарплаты по области. Район третий раз подряд занял первое место в области по эффективности работы администрации. У нас на территории района два крупнейших налогоплательщика. И мы реализовали проектов столько, что в течение 40 минут Александр Владимирович практически просто перечислял. Конструктивная работа также выстроена с депутатами городских и сельских поселений, которые входят в состав муниципального образования Петушинский район. Хотелось бы отметить взаимодействие и активную работу с депутатами законодательного собрания, которые всегда идут навстречу и помогают в решении довольно сложных проблем, которые депутаты не могут решить на районном уровне. Как подытожил спикер облпарламента, Петушинский район активно развивается. У территории большие перспективы. Евгений Павлов, Шестой канал. Осторожно, хрупкий лёд. Спасатели и руководство региона обсудили, как не допустить гибель детей на воде. Глава региона не скрывает, что обстановка на водоёмах напряжённая. В преддверии школьных каникул он призвал спасателей патрулировать любые водные объекты. На следующей неделе школьники ведут на каникулы. Прямо сейчас необходимо заострить эти вопросы, предупредить об опасности береговой линии, прудов, рек, протали, промои, да даже канав строить. И постараться сделать так, чтобы дети не болтались рядом с водоёмами. Спасатели напоминают, весенний лёд рыхлый и непрочный. Он не трещит под тяжестью человека, а сразу проваливается. Выход на водную гладь в марте может обернуться трагедией, предупреждают в тревожном ведомстве. С приходом плюсовых температур в регионе началась традиционная акция «Безопасный лёд». Фрамк акции в каждом муниципальном образовании реализуется комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в соответствии с утверждёнными планами. В целях оказания методической помощи в адресортном местном управлении направлено информационное материал, посвященное правилам безопасного поведения на водных объектах и видеоролик для использования в работе при проведении занятий с детьми. К счастью, пока гибели среди детей на водоёмах региона не зафиксировано. В прошлом году в весенний-летний период в реках и озёрах региона утонули 8 детей. Усиленно патрулировать водоёмы спасатели будут до 21 апреля.